всем привет дорогие друзья собираемся ехать в крым мы купили участок загрузили полный прицеп девчонки там все спорят и спорят и модными очами я там в багажнике полежал будет проверять что мы везем куда мы везем зачем мы едем но вы меня поправьте в комментариях если на самом деле скорее всего это все мост считается ну вот мы в крыму остановились гаишники одни остановились сейчас вот моем прицеп едем его загружать и прямым курсом в крым так ну вот мне друзья тут помогает грузить вот уже загрузили полный прицеп коробок холодильник что только нету тут сейчас это все по завязку есть полностью весь прицеп осталось пару чемоданов поставить и можно будет ехать еще велик прикрепим к рецепу вот уже сложили кучу еды всякой непонятной а колотки мне купила колова спасибо тебе и завтра вечером в ночь поедем в крым сейчас я отвезу прицеп со шмотками в гараж и пойду сегодня поздно лягу и пойду спать чтобы завтра и стать и сразу же поехать так ну вот мы собрались уже едем загрузили прицеп полностью причем он даже он просто выпирает у нас вот мы сейчас на московском шоссе сейчас будет прямая дорога едем правда в пробки московские но чё поделаешь нас машине едет четверо я моя наташка и ее подруга маша и мой племянник дима все поехали в смотреть участок так ну вот мы проехали в первые 200 километров погодка конечно такая мрачная уже начинает светлеть этим конечно питер хорош рано светлеет но летом зимой конечно все наоборот вот такие на платной дорожке стоят елочки пикнички можно здесь устраивать перекусить покидаем можно сказать же ленинградская область на она уже даже наверно практически проехали и по платной дороге дорога хорошая до москвы сделали вообще принципе прямая практически поэтому едет просто но ура хоть и прицеп так хорошо загрузили чувствуется что перегрузили его но принципе нормально или в москве но здесь пробочки вроде бы небольшие сейчас 10 часов на основные уже прошли девчонки что там все спорят и спорят девчонки проснулись хотя одна проснулась другая кофе разливает всю ночь димон тоже поспал хорошо скоро наверно заменит меня через пару часиков 7 часов а я на потом посплю еще пару часиков не будем останавливаться ну вот проехали уже где-то наверное сколько там получается 1100 километров от питера здесь совершенно другая погодка здесь светит уже солнышко стало теплее машина показывает уже в 24 градуса уже не так пасмурно как в питере все зелено но в питере подачи снова все зелено когда будем заезжать в краснодарский край конечно климат все поменяется будет намного конечно лучше вот такие поля красивые это уже кукуруза растет вот произошла смена водителей с такими модными отчиме я должен очки всем рекомендую брать с собой солнечные солнечно-защитные очки он защитный вам едешь глаза больно солнца видимо после санкт-петербурга нашего серого города я солнце так давно не видел потому что у меня аж больно на него смотреть все берите солнечные очки солнечные очки ну вот мы уже в краснодарском крае едем уже где-то получается 24 часа едем мы не быстро так как в принципе прицеп едем где-то километров 100 здесь уже запахи краснодарские очень вкусные в отличие от питера ведь совсем другой запах климат ну как бы сейчас ночь здесь в принципе сейчас 17 градусов машина показывает еще прохладник он я в куртку даже одел чтобы выйти я уже давно не долго не спал поэтому мне можно сказать обмен идет уже такое прохладненькое поэтому я в курточке сейчас вышел проветриться постоять вот такие тут подсолнухи думал мы будем днем вам показать дневные подсолнухи но все наверно видели ничего особенного нету но в принципе такие красивые до краснодара осталось где-то 200 километров там даже чуть поменьше там вроде бы уже потеплее будет попали под хороший такой дождик пока ехали около ростова но едем нормально у меня были моменты где и по 30 часов не спал ехал поэтому принципе нормально это на любителя кто любит ездить тот меня поймет но есть люди которые не очень любят ездить но вот мы подъезжаем крымскому мосту для него осталось километров 30 сейчас там скорее всего нас остановят будет проверять что мы везем куда мы везем зачем мы едем но сейчас проедем я вам расскажу что там останавливали не останавливали нас вот последняя заправка на этой стороне лукойл дальше жилу было не будет там будет свои заправки там все заправки которые находятся на материке они там то ли дочки то ли сделали другие компании но в принципе там также есть и раз нефть такого она по-другому называется также вроде бы есть и лукойл только по-другому называется но это мои догадки может там как-то все иначе чтобы не было санкции они под своим брендом не торгуют ну вот последний лукойл сейчас мы здесь дозаправимся и поедем на мост решили здесь не заправляться в принципе бензин стоит здесь за почти 50 рублей там 49 60 что ли в принципе в крыму должен бензин быть примерно так же поэтому я сейчас заправляться не буду потому что стоит на каждой под каждым номером по машин 67 что-то стоять не хочу эти принципе у меня еще с опытом мне еще пол бака доехать нам хватит а там уже есть колонки вы чуть подороже будет бензин там ну ладно ничего страшного заправимся подороже все подъезжаем к дпс на мосту которые иногда останавливают иногда нет сейчас посмотрим остановит нас или нет ну вот нас не посмотрели перед нами остановили фуру там стояла я не знаю видно не видно машина седан какая-то иномарка шмотки смотрели у нас решили не останавливать прошлый раз я ехал в принципе меня тоже они не останавливали может быть как-то регион 78 влияет на это потому что здесь очень много 78 региона делают дороги может как бы на это вот мы спускаемся еще как бы не мост подъездная к мосту уже но она уже вдоль берега идет и там через пару километров будет мост так но здесь уже азовское море с этой стороны с другой стороны нам не видно черное море ну или там залив сам именно мост еще пока мы его не видим тоже здесь километров сколько там я не знаю 5 до него но сейчас мы еще все еще едем по насыпанной искусственной я так понимаю насыпи на ней построен этот мост в данный момент конечно сложно назвать что это именно мост мост мне кажется что типа вот дальше будет но небольшой но по идее так понимаю это все наверно мост считается но вы меня поправьте в комментариях если на самом деле скорее всего это все может считается так ну вот мы подъезжаем к мосту начинаем подниматься на него на этого белого красавца который построили в кратчайшие сроки вязали материк с полуостровом которые люди очень долго ждали чтобы можно было спокойно проехать мимо украины по хорошим дорогам вообще получается сейчас мы ехали только можно сказать от краснодара до моста до моста в принципе километров 50 но уже были хорошие дороги а вот от самого краснодара такие однополосное движение но там строится все не знаю когда будет это все сделано когда будет сделано от питера будет вообще доехать до крыма вообще просто сказка дорога будет очень классно съезжают с моста приближаемся к полуострову здесь уже видим но здесь уже хорошо отчетливо должно быть на камере вид сам полуостров крым но вот мы в крыму остановились первая остановочка мы доедем до участка проехали получается сколько там 34 часа без остановки ехали но ехали медленно с прицепом много вообще нельзя надо же в принципе гаишники одни остановили но ничего не взяли как бы потом типа ехать медленно с прицепом поэтому в принципе ехали не быстро дорога нормальная хорошая не считает краснодара до моста там но ближе к мосту будет получше но такая однополосная а все остальная дорога была шикарная едешь быстро он девчонки прицеп доехал тоже нормально правда был у нас вечером эксцидент что там завалилась начала вылезать коробочка но мы ее поправили все нормально в принципе дорога хорошая на машине ехать лично вне кайф первый прицеп привезли в крым надо будет еще делать несколько ходов чтобы полностью переехать в крым там уже поедут цветы наши кошки ну вот мы добрались до участка светит солнышко вот виднеется дом это летняя кухня который будет жить кошки здесь будем жить мы это большой дом там принципе я вам более подробно расскажу в следующих видео пока ехали наташка захотела семечек дома пожали сорвали подсолнуха сделаем из свежих подсолнухов семечки вот вдали виднеется гараж тоже сделан кстати из камня погреб 4 на 4 вот еще такая длинная это летняя кухня все но это все вам расскажу в следующем видео а сейчас нам надо разгружаться и что-нибудь поесть лечь спать хочешь встретить яркое солнце ну все всем спасибо всем пока ставьте лайки пишите свои комментарии делитесь видео все до встречи